Тем временем Левада-центр публикует опрос об отравлении Навального. Оказывается, россияне не верят в отравление и считают это инсценировкой или даже провокацией Запада. Таких почти половина, лишь 15% согласны самим политикам и считают, что это попытка власти устранить политического врага. В Новосибирске, где благодаря умному голосованию Алексея Навального в местный парламент избрались оппозиционеры и аж 10 депутатов Гурсовета, потребовали возбудить уголовное дело по факту отравления, причем четверо входят во фракцию КПРФ. Хотя вроде бы системная позиция никак Навального не поддерживает. Один из авторов требования Сергей Бойко, многолетний соратник Навального с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, тут вам важно было показать свою политическую позицию или вы действительно надеетесь, что уголовное дело заведут? Скажем так, это такой немножечко альтернативный вопрос, там где не очень есть альтернатива. Тем более, что вместе с нами подписали депутаты из других партий, что для них вообще говоря несет некоторые внутрипартийные риски. Я знаю много примеров, даже в России, где обратная связь весьма сломана, когда общественное давление или какое-то давление со стороны каких-то инициативных групп приводило к результатам. Конкретно в Новосибирске у нас много таких историй. Поэтому, конечно же, я уверен, что чем больше таких обращений есть, чем больше депутатов или каких-то граждан обращаются и требуют, тем больше возможности и вероятность, что мы добьемся какого-то результата в этом вопросе. Вы просто только что с Глебом Леонидовичем Павловским, политологом, обсуждали Российскую Государственную Думу в такого федерального масштаба. Я не представляю, чтобы там набралось 10 депутатов, которые выскользовались за это уголовное дело, чтобы его все-таки открыли и поддержали таким образом Навального. Можно ли сказать, что у вас там как-то посвободнее в Новосибирске? Ну, первое, что я хотел бы вам сказать, что у нас в сентябре уже будущего практически этого года выборы в Госдуму. Давайте попробуем что-то изменить с этим, чтобы там набралось и не 10, а хотелось бы сильно больше. В Новосибирске, безусловно, Горсовет это намного более демократичная структура и, скажем так, размороженная, нежели Государственная Дума Российской Федерации. Но в том числе это и заслуга и умного голосования, и нашего местного штаба. И действительно, у нас сегодня есть и дискуссии в городском совете, и полемика, и споры. Это драк, к счастью, не доходит, но тем не менее это выглядит так, как и должен выглядеть парламент с какой-то живой политикой. Трудно ли было договориться с 10 депутатами всем вместе о том, что вы готовы на этот довольно провокационный для современной российской власти шаг? Не сказать, что прямо сильно трудно, но, скажем так, это была дискуссия тоже, и были замечания к тексту. Кто-то из депутатов просил какие-то моменты удалить, кто-то просил какие-то добавить, наоборот, что-то подчеркнуть. Ну, то есть, ну, это, конечно же, именно коллективно. То есть, это не то, что там корентор штаба Навального в Новосибирске Бойко что-то написал, и 10 депутатов не глядя подмахнули. То есть, это, ну, некий наш такой коллективный текст, ну, с которым мы все согласны, те, кто подписал. Поэтому, ну, и я рад, что все-таки получилось. Хорошо, когда вы ждете ответа, и каким вы предполагаете будет этот ответ? Я не думаю, что какой-то особенный отдельный ответ будет нам индивидуальный. Я скорее рассчитываю на то, что вот если таких писем будет какое-то количество, они будут добавляться, а другие депутаты, может быть, другие регионы будут включаться, то лучшим ответом будет, конечно, заведение уголовного дела. Никакой другой ответ мне не нужен.